Маслята! Рисунки для детей. Давайте нарисуем сегодня корабль. Но не просто корабль, а я нарисую пиратский корабль, но очень просто, по-детски, и он будет абсолютно черным. Вот такой корабль. У него есть борт, у него есть корма, и, конечно же, я рисую сегодня парусный корабль, потому что пираты, они в основном на парусных кораблях в старину были. Хотя сейчас тоже пираты говорят, что есть. Вот такой корабль у него, у меня получился. Здесь у него нос и носовая мачта. Я не знаю, как их называют, но здесь я знаю рубка корабля. Капитана существует, здесь у него, может быть, штурвал. Я нарисую штурвал. И все я рисую черным мелком пастели. Нарисую также я одну мачту и еще одну мачту вот здесь нарисую. Наверное, у меня будет всего две мачты, и она будет толстая, а здесь она еще толще станет. Толстая, а здесь еще толще. Также я нарисую перекладины, где будут мои паруса. Паруса вот здесь нарисую, и здесь еще одну, вот так. Во! Здесь такую корзину нарисую. И, конечно же, паруса. Паруса я просто вот так рисую, и я сейчас это все буду раскрашивать просто масляной пастелью, вот этим же черным мелком. Сегодня я буду использовать только черный мелок и ничего другого. Здесь нарисую такой флаг длинный, длинный флаг. А здесь парус, вот такой. Парус. Получилось ничего. Давайте раскрасим. Все это раскрашиваю черным просто и очень быстро. Раскрашиваем. Пиратские корабли, конечно же, не всегда носили черные паруса, но в кино так принято считать, что пираты, они надевались все черные и носили черные паруса. Наверное, это здорово и круто звучит сейчас. Такой черный у меня пиратский корабль. Здесь я нарисую окошки, что они видны такие иллюминаторы, да? Иллюминаторы будут. Здесь такой кружочек. Ну, а здесь пушки, но пушки, я даже не знаю, сделать ли пушки или нет. Давайте так, я просто раскрашу сейчас, а потом решу, нужно ли мне пушки сделать или не надо. Ну, я думаю, что не надо пушек, потому что и без этого здесь только нужно, наверное, показать, что здесь есть руль корабля и киль. Вот здесь вот киль проходит. Вот такой у меня корабль получился. Давайте что покажем? Что он с веревками такими здесь связан. Вот так я знаю, что все корабли и мачты, они у него были связаны. А здесь у него такие вот лестницы есть. И я их тоже нарисую пастелью масляной, и мы очень легко это можем нарисовать. Вот так вот. Получилось ничего так. И вот с этой стороны тоже будут залезать. Матросы там плавают в нем. Давайте пока что заканчивать рисунок не будем. Отложим черный мелок. Но мне хочется, чтобы он не был таким страшным, мой корабль. Из-за этого я сделаю немножечко-немножечко, изловчусь и сделаю здесь радугу. Возьму красный, оранжевый, мелкие разные возьму и сделаю яркую-яркую радугу, по которой будет плыть мой корабль. Это будет довольно весело. Мне кажется, немножко облегчит всю картину и будет довольно прикольно смотреть на такой корабль, который плывет по веселому радужному морю. Тут у меня не все влезут. Вот так вот я сделаю и синий-синий океан нарисую. Синий океан. Вот так получается. Ой-ой-ой. Вот такой у меня корабль. Мне кажется, такой корабль не очень сразу страшно становится. И его можно повторить для вас. Нарисуйте все черным. И здесь тоже флаг. Здесь флаг. Здесь флаг. Все есть, все готово. Корабль отправляется. Спасибо, ребят, что смотрели. Маслята. Рисунки для детей. Рисуйте просто и понятно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok